Уважаемые коллеги, я предлагаю начать наше заседание секцию 9-й Московского городского научного общества терапевтов. Первое сообщение. Поражение сердечно-сосудистой системы, коронавирусной инфекции в Бузовом Параме, сделан профессор-комиссаренко Элина Арсеньевна. Уважаемые коллеги, добрый день. Ну и известно, что с 2019-2020 года объявлены в обмене по коронавирусной инфекции в вещества. И это, конечно, проблема огромная для отечественного здравоохранения, вообще здравоохранения в мире. В России по заболеваемости, по заболеваемости хоть первую десятку страны. Наибольшее осложнение и смертность подключается среди лет пожилого возраста с наличием одного или более хронических заболеваний. Данные на середину 2021 года о том, что вакцинирование в России около 33% населения. И по среднему из различных источников эффективность составляет 80% вещества. Вы видите, что наиболее тяжелые болезни протекают и следующие вот они сильные. Это в основном подходят к жилым людям, сославленным иммунитетом, с онкологическими заболеваниями, особенно те, кто находится на химиотерапии. И люди с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма, сахарная диабетка. Наибольшее количество госпитализаций связано с лицами пожилого и старческого возраста. И что самое грустное, что коронавирус опасен для лиц пожилого и старческого возраста, так как на долю пациентов 65 лет и старше приходится 90% смертей от коронавирусов. Следующий, пожалуйста. Следует отметить, что коронавирус поражает в первую очередь органы дыхания. Но сопутствующее поражение сердца и сосудов иногда и определяет течение заболевания и исход. Само наличие сердечно-сосудистых заболеваний не ассоциировано с более высоким риском недорожения, однако связано с более высоким риском развития осложнений. И как опубликовали в 2020 году данные, что металленность у больных с патологией и сердечно-сосудистой системы составляет 10%. Причем пациенты с артериальной гипертонией составляют 32%. Следующий фактор. Основные факторы бодигенеза поражения сердца при сердечной сосудистой, при коронавирусной инфекции. Во-первых, это теканозирующий атеросклероз коронавирус коронавирус. Прямое повреждающее действие коронавируса на карте миоциты. Причем как на карте миоциты, так и на теле коронавирусных коронавирусов. В результате развивается коронавирус спазм, микротромбоз вследствие гидрообуляции. Системно-воспалительный ответ задокиновый, что неконтролируемое воспаление, в результате чего возможна деспабилизация и разрыв от атеросклеротической вяжи с развитием семью осложнений. Также нельзя забывать и о токсичности препаратов, которые назначают для лечения коронавирусной инфекции. Электролитные нарушения, особенно если это кишечная форма, когда часто диарея, работа у пациентов. Здесь вы видите схематично представлены повреждения как легких, так и сердца на фоне коронавирусной инфекции. Причем развитие стокинового шторма, как мы уже говорили, может приводить к деспабилизации и разрыву атеросклеротической вяжки. А размножение вирусов в кардиомиоцитах приводит к изменению проводимости и, возможно, развитию атеросклеротической визы. И также здесь, я уже говорила, это противовирусная терапия. Также может влиять на проводимость и развитие жизнеупражающей атеросклеротической визы. Как же протекает заболевание сердечно-сосудистой системы при коронавирусной инфекции? Ну, во-первых, деспабилизация уже имеющихся заболеваний. Во-вторых, высокая вероятность развития новых ковид-ассоциированных поражений сердца. Их как определяют острый ковид-кардиомоскулярный синдром. Это развитие острого повреждения миокарда, сердечной недостаточности, аритмии, кардиопатии и тромбоэмолии. Варианты, кроме того, что я уже упомянула, это развитие кардиогенного шока или острой сердечной недостаточности у пациентов без предшествующих заболеваний сердца. Развитие острого инфаркта, утяжеление имеющихся заболеваний, внезапная сердечная смерть. Синдром Дакоцуба – это развитие при нормальных коронавтных картелях, развитие острой сердечной недостаточности или обратимых к артемиопатии. Еще по-другому называют в нашей литературе стрессы синдром Дакоцуба как синдром разбитого сердца. То есть стресс влияет на развитие этого синдрома. Потом я вам покажу данные наших коллег о том, как стресс влияет на течение сердечно-сосудистого заболевания на полной пандемии. Аритмии также влияет на развитие миокардита и эндокардита. Также выделяют так называемый сердечный фенотин. То есть первичное проявление связано с именно поражением сердца. Частота встречаемости 5% в отличие от клёночной сердечной фенотин. Когда проявления со стороны сердца являются вторичными по отношению к клёночным повреждениям, которые чаще встречаются, составляют до 25%. Проявления сердечно-сосудистого заболевания могут отмечаться в любой период госпитализации. Но, как правило, риск возрастает с 15 дня от начала лихора. А также возможно иногда и после стабилизации или улучшения респираторного статуса пациента. Здесь, вы видите, перечислены различные клинические и паркологические маски коронавирусной инфекции. Причём встречаются кишечная, печёночная, кожная и микроангиопатическая. Но сердечная маска заболевания находится в первых списке трава по течению коронавирусной инфекции. Наши коллеги из Института профилактической медицины провели исследование и указали, какие же факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии при условиях пандемии. Здесь, вы видите, около 40% это гипотинамия, но с другой стороны, когда пациенты находятся в домашних условиях и занимают себя физическими упражнениями, то в некоторых ситуациях это без контроля не всегда хорошо. 13% прирост массы тела, понятно, меньшее движение у кого, увеличение потребления алкоголя, рост интенсивности и частоты курения в полтора раза увеличивается, и то, о чём я говорила, тревожное депрессивное расстройство. Причём отмечено, что в форме незначительного стресса у подавляющего числа пациентов встречается, умеренность в 40% и выражены только у 6,5%. Также фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений возможно и несвоевременное обращение в лечебные учреждения. В основном это страх заразиться, а также отказ от использования или снижение дозы лекарских препаратов, которые пациенты постоянно принимают по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Нельзя не сказать и о развитии постковидного синдрома, который проявляется как остаточное уявление после перенесенного заболевания, дисфункция различных органов после острой инфекции или появление новых симптомов. И здесь вы видите, на следующем слайде представлено течение, очень хорошо видно, течение постковидного синдрома, который разбивается от 12 недели до 6 месяцев и может проявляться общими жалобами, как слабость, снижение работоспособности, мышечная слабость, боли в суставах, остаточное уявление после перенесенной пневмонии, длительной каши, одышка. Затем нарушение сна, депрессивное состояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 от коронавирусной инфекции на заболение на 4-5 день после первой вакцины. 40% вакцинированных сообщали о побочных эффектах, это повышение температуры, причем в группе здоровья чаще встречал, слабость, головная боль, но обращение по этому поводу в лечебное учреждение не было. Нарушение ритма. Здесь что следует о том, что это лекарственные взаимодействия. Я уже говорила, что размножение вируса в кадре миоцитов также может влиять на проведение, проводимость и нарушение ритма. Но взаимодействие, сочетание антиалитмических препаратов 1-го, А, С и 3-го класса с такими часто назначаемыми антибактериальными препаратами, как левофлоксацин, азитрометцин, может способствовать развитию и, конечно же, важно после благополучного лечения от коронавирусной инфекции оценить последствия для сердечно-сосудистой системы, скорректировать лечение. И что обязательно необходимо продолжить, это реабилитацию, лечебную физкультуру с целью восстановления работы в дыхательной и сердечно-сосудистой системы. И затем переход к длительным физическим тренировкам. Ну и в заключении мне хотелось отметить, что медицинская помощь пациенту пожилого и старческого возраста, которая госпитализирована с коронавирусной инфекцией, как правило, должна оказываться в мульти-дисциплинарной команде, включая терапевты, кордиологи, гуманологи и, при возможности, гериапа. И основная цель акурации – это поддержание удовлетворительного качества жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина. Значит, вопросы? Минутики. Пожалуйста. Мне хотелось бы уточнить, что чаще дает осложнение сам, как вы делаете, или более чем. Есть такая статистика? Вы знаете, нет, такой статистики нет, и иногда очень сложно определиться. Да, потому что что спровоцировало то или иное осложнение, очень трудно. Особенно в начале пандемии назначили огромное количество лекарственных препаратов, в том числе и гидрософлорохин, я сама попринимала. И известно, что пациенты с сердечно-сосудистыми нагреваниями должны быть очень осторожны, то есть под контролем электрокардиограммы. Это как дезинфицирование всех пациентов, кто в домашних условиях, это очень сложно. Поэтому трудно определить. Спасибо большое. И второй вопрос. Вот прививки, что они дают плюс или минус? Ну, как раз. Ну, чтобы много слушателей тоже было слышно, дайте вопрос, пожалуйста. На пальчик подзывал, чтобы тоже обратить. Первый вопрос. Нет, нет. Второй вопрос. А, второй. Значит, прививки. Положительное или отрицательное влияние? Вы имеете в виду на любого возраста или в том числе? На старшую. На старшую возрастную группу. По статистике, именно старшую возрастную группу нуждаются в вакцинации. Так как это профилактика, если нельзя сказать, что просто заболевания, вот тяжелого течения заболевания. Вот. И я не знаю, как у вас, Владимир, среди знакомых, которые, к сожалению, с медальными условиями в пожелом возрасте, только не вакцинируют. И еще походу на вопрос. Тогда разрешите первое. Я сейчас не оправдывала, что в контексте это вопрос. Нормальный вопрос. А то, что вот закончатся два приливки, потом ревакцинация, и вдруг через 6 месяцев после этой ревакцинации снова идет. Это не получится, как уже веноскоро, 17-й раз. Приливался, чем закончился. Не получится. Он неправильно приливался. Ну, я не знаю, кто как. Он не через пару лет приливался, а каждый месяц. Что я хочу сказать, что я думаю, что не получится, но пока есть риск, высокий риск заражения, все-таки он остается, несмотря ни на что, то через полгода ревакцинация в рекомендации. Друзья, давайте немножко подчеркните еще раз относительно антиаритмиков, которые не рекомендуются на ковиде. Антиаритмические препараты, именно они не рекомендуются в том плане, что опасность взаимодействия. Это препараты первой А, С и третьей группы с антибиотиками, часто назначаемым. Антиаритмические препараты первой А, С и третьей группы с антибиотиками. Да, вначале были такие сложности, потому что вирус садится на рецепт, да, антибиотиками превращающих препаратов. Но последние работы доказали, что однозначно можно назначить и больше вред, если прекратить прием этих препаратов. Поэтому продолжить лечение надо, и вреда не кинознат. Спасибо. Позвольте предоставить слово профессору Головану и ее сообщение о лечении дивертикулярной болезни толстой кишки пожилых с позиции клинических рекомендаций. Здравствуйте, уважаемые Дмитрия Владимировича, уважаемые коллеги, немножечко обрешемся от эпидемии COVID-19 и поговорим о очень актуальной проблеме для пожилого возраста, дивертикулярная болезнь толстой кишки. И, конечно, в большей степени остановимся на вопросах лечения, которые сформулированы в клинических рекомендациях. Следующий, пожалуйста. Если мы посмотрим с вами на основные факторы риска фертикулярной болезни, то мы увидим прежде всего пожилой возраст, а также такие факторы риска, как недостаток пищевых полоконвульсований, ожирение, изменение микробиоты. Мы понимаем, что в пожилом возрасте в дополнение к возрасту присутствуют и все другие факторы. И изменение микробиоты, и ожирение, чаще всего до 70 лет возрастает количество случаев. И, конечно же, меняются диетические предпочтения. Следующий, пожалуйста. И все это находит отражение в эпидемиологических исследованиях. И мы видим, что в возрасте до 40 лет фертикулярная болезнь толстой кишки встречается редко, до 30 лет менее чем в 1% случаев, до 40 в среднем в 5, а вот в возрасте 60 лет сразу увеличивается до 30%, а в возрасте старше 80 уже диагностируется в 65% случаев. Следующий, пожалуйста. Ну и мы знаем, что основная распространенная самая теория возникновения фертикулярной болезни – это механическое растяжение стенки толстой кишки в результате повышения внутриполосного давления в просвете толстой кишки из-за нарушения моторной функции, которая возникает при сочетании, во-первых, факторов риска, которым, как мы уже говорили, относятся в пожилой возраст, уменьшение балансных веществ, трансформы, запора, ожирения, воспалительные процессы толстой кишки, а также такие патогенетические факторы, как дискотические изменения мышечной стенки ободочной кишки, дискоординация моторики кишки, слабость средней тарикани и сосудистые изменения стенки кишки. Как мы понимаем, все эти патогенетические факторы присутствуют у пожилых. То есть пожилой возраст – это самый главный фактор риска развития телекулярной болезни в случае. И чем опасна телекулярная болезнь? Она ведь в длительное время может протекать абсолютно безсимптомно, КЦН может не обращать внимания на какие-то слабо выраженные симптомы или просто вообще нет. Но грозными играются осложнения, которые развиваются при этом заболевании, они могут стать дебютом этой патологии. Например, острый или хронический телекурит, который приводит к перфорации телекулярной кишечному кознему течению. И, соответственно, эта ситуация может в большом проценте случаев закончиться смертью. Поэтому в реальной клинической практике очень важно выделять больных с дебютикулярной болезнью после кишки на самой ранней стадии, на безсимптомной, на стадии дебютикулеза. То есть когда дебютикулы уже есть, но никакой симптоматики у пациентов нет. То есть с этой целью рекомендуется активное обследование больных, опять-таки с факторами риска. То есть это опять пациенты пожилого возраста с запорами, оживлением и так далее. Следующее. Ну и каким образом мы можем обследовать пациентов из групп факторов риска, из групп риска? Конечно же, это прежде всего скринговая колоноскопия. И вы видите исследование физиологическое, в котором показано, что вот такая скринговая колоноскопия позволяет выявить дебютикулы не менее чем в 15% случаев, когда это заболевание протекает без симптома. Следующее, пожалуйста. Но мы знаем, что если есть какие-то у нас осложнения, подозрения на осложнения, на дебютикулит и так далее, то колоноскопия может привести к осложнению, в частности к перфорации дебютикула. Тем не менее, колоноскопия может выявить не только дебютикулез, но и признаки острого дебютикулита, и звертикулярное кровотечение. Однако, все-таки, если есть признаки, которые не позволяют в случае воспаления, то лучше выдержаться от дебютикулезаторического исследования. Следующее, пожалуйста. И в этой ситуации мы можем применить пергенологическую диагностику, которая позволяет выявить и признаки острого дебютикулита, и признаки свещеобразования, и даже признаки дебютикулярного кровотечения, при котором имеется выход контрастного вещества, процвет кишечника, при проведении ангиографии. Следующее, пожалуйста. Также широко применяется в настоящее время ухо-звуковая диагностика. Что она может нам дать? Мы можем выявить утопленную стерку дебютикулез, мы можем выявить признаки острого дебютикулита, абсцессу пациента с перфорирующим диатикулитом. Следующее, пожалуйста. Ну и уже на протяжении двух-трех десятков лет компьютерная диагностика также применяется для диагностики этого заболевания. В частности, компьютерная томография с пероральным, рактальным или внутривенным введением контрастного вещества может быть средством первичной диагностики и острого диатикулита, и инфекрата, абсцесса, и перфорации этих меток может быть эффективным в 80-ти. В 90% случаев. Следующее, пожалуйста. Подходы к лечению патологии зависят от того, на какой стадии находится патология, какая форма, имеются ли осложнения, соответственно, какие. Ну, диатикулярная болезнь может протекать в двух вариантах. Это бессимптомный диатикулез, 70-80% всех случаев, но в 20% случаев это симптоматическая диатикулярная болезнь, которая может протекать в следующих вариантах. Хроническая, симптоматическая и неосложненная диатикулярная болезнь, как то нет воспаления. Острый диатикулит с осложнениями или без, и осложнение, как мы с вами говорили, это может быть абсцесс, элифист, перфорация, стенозирование. А также это может быть вариант диатикулярного течения. Следующий, пожалуйста. Ну, и клинические рекомендации, которые присутствуют у нас в Российской Федерации, это клинические рекомендации Российской Федерации Ассоциации, конечно же, дают нам вот такой алгоритм действий при выявлении диатикулярной болезни толстой кишки. И прежде всего, во-первых, вообще для профилактики развития диатикулярной болезни и для профилактики ее перехода в осложненную форму рекомендуется достаточное содержание рациона растительной плечатки не менее чем 25 грамм в сутки и необходим контроль частоты и консистенции стулы. И показывает, что такое режим питания, то есть это большое количество овощей, фруктов, может быть, это добавление отрубей, да, сильного и так далее, позволяет снизить достоверно риск развития осложнений диатикулярной болезни, которые, собственно, являются причиной неблагоприятного исхода. Следующий, пожалуйста. Действительно, в исследовании показывают, что вегетарианцы, которые употребляют большое количество пищевых волокон, на 40% реже госпитализируются и на 40% реже умирают от осложнений диатикулярной болезни. Следующий. Далее, подходы к лечению диатикулярной болезни медикаментозные выглядят следующим образом. Если появляется при скриминговом обследовании диатикулез без какой-либо симптоматики, то такая форма не требует проведения какой-либо специальной терапии. Но рекомендуется, опять-таки, высоко шлаковая диета с введением рационов нераспоимых растительных волокон, возможно, усилиума. И, конечно, рекомендуется регулярная физическая активность и снижение веса от ожирения, если оно присутствует. А вот симптоматические пациенты подлежат к инфекистическому лечению. И опять здесь все начинается, конечно же, с традиции диеты, мероприятия по нормализации стула, чаще всего, за корови этих пациентов. Если имеется болевой синдром, назначаются селективные спазмолитики. Но допускается, что если врач уверен, да, достаточно уверен, что он способен к этой технике тяжелого осложнения, то можно и не назначать антибактериальную терапию. Следующий пожар. Но если имеется выраженная симптоматика, то в обязательном порядке рекомендуется назначение антибактериальных препаратов. И прежде всего, это препараты с низкой растворимостью. Препаратом выбора является не всасывающийся кишечный антисептик, репоксиминальфа, который показал свою эффективность и в качестве монотерапии, и в сочетании с месолазином в большом количестве следующего. Что касается месолазина, необходимо сказать, что существует достаточное количество работ зарубежных, которые изучали применение месолазина в различных визировках. Чаще всего это 1,2-1,6 грамм в день у пациентов с рецикулярной болезнью трусной кишки и действительно наблюдали выраженную достоверную эффективность по сравнению с группой сравнения. Но в России тоже было проведено подобное исследование, в котором применяли препарат месолазин и месопол. 30-дневный курс месопола, тот же 1200 грамм в сутки, приводил к полному оккупированию обновинания симптоматики у 70% больных. И таким образом значительная часть пациентов приводил вот эту симптоматическую форму в безсимптомных. Следующий, пожалуйста. Ну и мы должны понимать, что, конечно, в лучшей степени нам нужно не допустить развития острого диетикулита, профилактировать рецидивы острого диетикулита. И именно это позволит уменьшить потяжелых и частных потайных ситуаций, соответственно, в случае измертельного исхода. Следующий, пожалуйста. И вот с этой целью Российская Газно-экологическая ассоциация предлагает в клинических рекомендациях применять циклическую терапию ифоксимином альфа. В частности, вот мы видим выдержку из этих клинических рекомендаций. Ифоксимин в дозе 400 мг в два раза в день в течение одной недели каждого месяца в течение года увеличивает эффективность терапии и профилактирует рецидивы острого диетикулита, а значит его осложнение в два раза. Следующий, пожалуйста. Почему именно ифоксимин? Это кристаллическая форма ифоксимин альфа. Почему именно он? Потому что это кристаллическая форма ифоксимина, которая обладает в силу таких особенностей молекулы очень низкой биодоступностью. Сарсовое цемь менее 1%. Весь препарат остается в просвете желудочно-вышечного драка, в кишке, вследствие чего создаются очень высокие его фекальные концентрации. Из-за этого не образуются резистентные штаммы и есть еще и особое искусство. В частности, ифоксимин альфа предотвращает трансмокацию бактерий с кишечника, прикрепление бактерий с кишечника, снижает альтеррулентность бактерий, оказывает противовоспалительные действия, а также является иубиотиком. Следующий, пожалуйста. В отличие от других антибактериальных препаратов, ифоксимин альфа подавляет услугу к катагенному смору и при этом одновременно способствует относительному увеличению количества полезных бактерий. В частности, приводит к увеличению количества лактобацил и фекальных бактерий в правоснице, то есть нормализует соотношение между нормальной и условно-катагенной флорой. Следующий, пожалуйста. Проведен метаанализ еще в 2011 году, который как раз и изучал ифоксимин альфа, его влияние и в качестве монопрепарата, и сочетание с пищевыми волокнами на клиническую симптоматику и течение циркулярной болезни. Что же было выявлено? Следующий, пожалуйста. Во-первых, было показано, что циклическое применение альфоксимина, то есть длительное, по 7-10 дней в течение каждого месяца, позволяет достичь устранения симптомов у большей части пациентов по сравнению с антольной группой. Через год наблюдения у 64% пациентов, которые получали ифоксимин альфа в сочетании с пищевыми волокнами, отсутствовали какие-либо симптомы. Это было достоверное отличие от группы пациентов, которые принимали только пищевые волокна, и у них симптомы отсутствовали менее чем у 35% больных. Следующий, пожалуйста. Что касается частоты осложнений, здесь тоже была выявлена положительная динамика, следующая, при применении альфа. А именно, следующая, циклическое лечение ифоксимина в течение года статистически значимо снизило риск развития осложнений. Всего лишь 1,5%, в отличие от группы пациентов, которые принимали только пищевые волокна, в 2 раза реже развивались осложнения. Следующий, пожалуйста. В России было проведено неинкорбенционное исследование эффективной степени относимости терапии. Ифоксимина-Мальфа использовался препарат альфа-морбикс у пациентов с неосложненной формой дистикулярной болезни в условиях амбулаторной практики. От курации главного гастронтеролога Министерства здравоохранения Ивашкина. 250 пациентов принимали Ифоксимин-Альфа ежемесячно в дозе 800 мг в сутки в течение 7 дней на протяжении 6 месяцев. Следующий, пожалуйста. Что же было показано? Такая терапия позволила снизить общий балл интенсивности симптомов с 5,6 до 0,9 балла после 6 месяцев лечения. Это, конечно, достоверное отличие от исходных значений. Следующий. При этом было отмечено достоверное снижение частоты и выраженности абсолютно всех симптомов, которые имеются в пациентах. Это и боль в животе, и заборы, и диарея, и метеоризм, и тенезм. Через полгода все они встречались значительно реже и в меньшей степени были выражены. Следующий. Ну и, наконец, количество больных, у которых сохранялись те или иные симптомы по сравнению с исходными цифрами, на третьем визите, то есть через полгода, было достоверно ниже, чем исходно. Следующий, пожалуйста. Также несколько слов необходимо сказать еще об одном факторе риска, который является фактором риска и развития вертикулярной болезни, и, соответственно, развития осложнения, не более приятного исхода. Это дисбиоз. Известно, что изменения микробиоды тоже позволяют существовать длительное время, рецидивировать клинические симптомы вертикулярной болезни, потому что дисбиоз способствует нарушению эмоторики, способствует развитию запора, способствует повышенной проницаемости слизистой оболочки для бактерий и стимулирует воспалительный ответ. Следующий, пожалуйста. В одном из исследований было показано, что при симптоматической неосложненной вертикулярной болезни уменьшается количество бактерий, которые обладают противовоспалительным действием, это фитолиобактерио-праусминцы, при одновременном увеличении количества бактерий, рассчитывающих слизистой. Что у нас получается? Одновременно уменьшается эффективность кизисного помера кишечники при повышении риска воспалительной реакции. Следующий, пожалуйста. И, конечно, мы должны думать о том, что необходимо применять для повышения эффективности лечения пробиотические комплексы. И вот глобальные практические рекомендации 2017 года по применению прой-пребиотиков в гастромидрологии говорят нам о том, что, да, действительно, при вертикулярной болезни пробиотики эффективны с формой доказательности 2-3. И рекомендуется их применять. Следующий, пожалуйста. В последние годы в большей степени склоняются к применению мультиштаммов пробиотиков, то есть тех, которые содержат не один штамм, а несколько штаммов, хорошо изученных, с доказанной безопасностью. А также говорится о преимуществах симбиотиков. Это комплексы, которые содержат как пробиотические штаммы, так и пребиотик. Например, симбиотик флориоза, который в качестве пребиотика содержит финулин, который является хорошим питательной следой для развития нашей нормальной кишечной микрофлоры, а также регулирует моторику кишечника, устраняя запоры. Также симбиотик флориоза содержит хорошо изученные, эффективные и безопасные штаммы. Это представители естественной микрофлоры кишечника, пифидобактерий, лактис, лактобацинус ациденфилус, лактобацинус ромнозус. Количество этих штаммов соответствует тем требованиям, которые идут от СМИР до организации травмоохранения. У 1 миллиарда лаконно образующих единиц необходимо отметить, что штаммы, которые входят в данный комплекс, являются кислотой, желчей и пиксиноустойчивыми. И по заверению производителя не нуждаются специальные защиты кишечной распространенной оболочкой. Поэтому они выпускаются в виде САШЕ, гранулы, которые предлагаются рассасывать. И это очень удобно в том числе для различных пациентов различных возрастных групп. Мы сегодня говорим как раз про пожилых пациентов. Кроме этого, данный комплекс содержит еще витамины ВПП. Мы знаем, что любое дисбиоз сопровождается дефицитом витаминов ВПП. Те штаммы, которые входят в состав данного симбиотика, оказывают противовоспалительное действие на пищеварительный тракт, способствует нормализации моторики на толстой кишке. Следующий, пожалуйста. И в экспериментальных исследованиях показано, что в частности лактубацилус ромнозус стимулирует вывод муцина слизистыми клетками желудочно-кишечного тракта и таким образом обеспечивает выраженную цитопротекцию, ингибирование патогенных факторов или, конечно, выраженные противовоспалительные действия. Следующий, пожалуйста. Таким образом, если мы будем проводить лечение согласно клиническим рекомендациям, рекомендую пациентам высоко шлаковую диету, применение селективных спазмолитиков, а также для увеличения эффективности еще будем добавлять пробиотические комплексы, симбиотические комплексы, например, субиотиоза, то мы повысим эффективность лечения, снизим низкосвлажнений, снизим низкосвлажнений, снизим низкосвитий культуритов и последующих неглубоприятных событий. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Есть ли вопросы? В онлайн-режиме нет вопросов? Скажите, пожалуйста, такие препараты, как кальмия, применяются, применяются, применяются в лечении, применяются в лечении. Спасибо. Да, препарат в лечении в лечении диалтегулярной болезни не рекомендуется. Применяется рекомендацией, он отсутствует, поэтому не может сказать, что это может применяться. Спасибо. Большие вопросы. Спасибо, Еванна Владимировна. К сожалению, докладчик третий нас заболел и не смог приехать и выступить даже онлайн, потому что терял больницу. Желаю мере и выздоровления. А на этом наше заседание закончено. Спасибо всем. Спасибо.